Легенда древняя Иисус Христос был вознесён на крест И мёртвым был вокруг положен с древа И в третий день из мёртвых Он воскрес На истину воскрес, не лепче дышится Воскрес, нам говорит ребёнка взгляд Во истину нам дни не пичим, спешится Во истину воскрес, и ты твердяй Сегодня праздник ближнему и дальнему Пусть слышится под сводами небес Горячие приветствия пасхальные Христос воскрес, во истину воскрес Во истину воскрес, не лепче дышится Воскрес, нам говорит ребёнка взгляд Во истину он дни не пичим, спешится Во истину воскрес, и ты твердяй Не скрыть, не удержать нам в этой радости Мы торжествуем, мы поём сейчас Христос воскрес, ты вместе с нами радуйтесь Воскрес, во истину воскрес. Не выключай, я просто скажу. Я назад в Завьялова, я был, отец Александр местный, который приезжал на день беременности, он благословил меня на прощение Златоуста в храме, на литургии. Потом сам Вона прямо сказал, что приехал брат Виктор с Потеряевки, вы не расходитесь, воскресная школа будет и на гитаре. Он песни христианские споет, но баптистские он не говорил, он не знает, что они будут. Он говорит христианские. Ну, поют-то их баптисты, просто он не слышал. И вот, ну там человек 17 было, Оля, вот сестра моя, вдову в основном, мужчин там было двое или трое еще в месяц со мной. Вот, и потрапезничали. Я говорю, у вас трапеза, как у нас на Пасху Потеряевки. Ну, там бабушки все приносят, сладкое, соленое, кислое, все, весь ассортимент. Ну, батюшки все-таки стараются. И потом батюшка говорит, я не готов, там же мощи Матроны привозили, они с мощами, когда им готовятся. Я говорю, батюшка, давайте толкование почитаем. А читалось евангельское чечение, помните, Самарянка. И Блаженный Фефилакт. Я ему первый том показывал, да, благословите, с Богом. Я сажусь, и получилось целый час. То есть я читал, да, Евангелие, Блаженный Фефилакт, это толкование, еще комментировал. Ну, на наше время там про Украину все сказал, что там, Златоуста вспомнил. И так благословенно все получилось. А потом песни, целый час, наверное, песен 10 я спел. Так некоторые на бис. Бабушка говорит, вот это вот о Голгофе, баптистке, они ни разу не слышали. А там дети, воскресная школа, там помещение-то побольше, и вот через стенку. И они пришли, диктофоны на стол, и записаны, да еще и хлоп. Я вспомнил слова Златоуста, мне, говорит, не нужны ваши рукоплескания, мне нужно, чтобы вы жили по Западе, Боже, мы справились. Ну, это же мирское, понятно. Но они сами такие вот. Батюшку-то тебе не снимут. Да? Батюшку-то тебе не снимут. Да нет, раз он был в Потеряевке. Он прям в Потеряевке меня пригласил. Он был в Потеряевке с благословением. Да, концерт смотрел. Он внимательно всех слушал, он так глаза открыл. Остальные там кто дремал, кто, ну, может, Иисусу молитву считали, я не знаю, но он так вот во все, во всеуслышание слушал. И он потом подошел после концерта и говорит, Виктор, с гитарой приезжайте. Я говорю, батюшка, я на мотоцикле-то, мне неудобно, вы там найдите. Он нашел. Причем струны мягкие до того. И сам вон, она прям говорит, вот Виктор, я нашел. Буду когда к кресту подходить там уже. Я нашел гитару. А там сестры так это тоже пожелали. Он же рассказал им, видно. А раньше-то, который тебя завял, вот там, притеснял. Так он и есть. Он и говорил, мы американские. Стоят, говорит, в поясах, американские шпионы. Я, говорит, в милицию буду. А что, я там ни дебоширую, никого не бил. Книги я там в храме не раздавал. Причем тут милиция? А как ты думаешь, что на него повлияло? Что повлияло? Ну, здесь повлияло. А Бог? Дух Святой. А Бог, конечно, Дух Святой. Но здесь батюшка свою роль сыграл. Батюшка, он мудрый. Епископ сыграл, раз он благословил, тут все. Но это Бог так делает, понимаешь? Кто повлиял? Бог, в первую очередь. Второй, батюшка. Третья, сестра Ольга, четвертая. Ну, я не по порядку. Молитвы ваши. Потому что Ольга там живет. Я говорю, Оль, ты стараешься быстрее продать? Ну, она к родителям. Они уже слабые, немощные. А я говорю, может, Богу угодно, чтобы ты там работала. И со священником маленько. И мы его подвигнули, ну, чтобы он златоуста там читал. И он говорит, вот надо постоянно теперь читать. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Чтобы постоянно чтение вот это златоуста. И занятия надо проводить. И энергично проводить, чтобы не спали. А то читали, но они с бытия начали. Это тоже радует, конечно. С бытия, там, исход. И лопухина читают. А многие сидят, как лопухи, и спят. А я говорю, батюшка, как это применимо? А что именно-то? Ну, вот мы прочитали сейчас исход евреев из Египта. Как к нам-то оно? Я когда был еще в конце марта на занятиях? Ну, и он дает мне слово сказать немножко. А потом, когда мы сидели на трапезе-то, он говорит, а вы читаете апостолам? Да, Ну, я говорю, я в следующий раз в августе приеду, даст Бог, расскажу, как мы. Я рассказал, что куда мы поедем, Оля уже там сказала. Да, да, я говорю, знаю, будем молиться. То есть там сестры тоже будут молиться. Но в основном сестричество, братство мало. Вы знаете, что это проблема, как Инатий Тихонович говорит, не люблю слово, но везде это такая проблема, что бабушки, особенно вдовы, особенно те, которые свободные, более всего, в церковь посещают. И седьмой день посвящают Господу. Он все время с Англона говорит, вы не спешите куда-то уходить. День воскресный, это Господу нам посвятить. Сейчас помолились, пойдемте Библию читать. Я, говорит, насильно никого не затяну, это каждое ваше, как говорится, произволение. Вот, вот он так довольно ревностно говорит в этом плане. Но надо, чтобы теперь он крестился, родился свыше. Геннадия Фаста-то я привез, вот эту вот книжечку батюшка вам давал зачитать? и после крещения, да? И вот он прочитал, и сам он говорит, я понял, что я не крещеный. Ну, а дальше-то что? Ну, непонятно. Дальше-то, следующий шаг. Батюшка в шутку наш говорит, ну, пусть приезжает. А надо спроситься благословению епископа. Да епископ сам не крещеный. Как у Лескова, не крещеный поп. Его, кто рассказ читал этот, его повезли там, а там буря была, и не стали. Еще маленький был. и стали там выдумывать, что вот снежинка попала, все, ладно, крещеный. А он такой, батюшка, замечательный, а оказался не крещеный. Ты же Лесков откуда брал? Это же из действительности, из жизни, конечно, не выдумал, уже не фантастика была. Так и здесь не крещеный. Ну, батюшка говорит, что если он только к епископу, он все сразу зарубит. Ну, это считать, что мы не крещеные тогда, не надо, скажет, все. Да ты сам должен решать, ты рожденный свыше или нет. Причем тут епископ. Ну, вот так, помолитесь, отец Александр. Всех, кого крестил, сам уже мог бы дать настоящее крещение. Еще, вот сколько он, лет 10, наверное, ну, сколько я там изредка бывал, и так на сердце братья и сестры тяжело, но он с мертвецами возится, ну, это же все вы знаете, да, смотришь, люди неверующие совсем заходят. А тут он после Потеряевки, как приехал, еще что, сам он обличил, он не речистый, но читает там Антония Сурожского, там какой-то из Шевкунов или как тоже, ну, хорошее получение. Ну, и тут он что-то вставляет свое, и говорит, вот, встретил трех девушек, которые сказали в храм, вне где-то, на улице, не пойдем, а почему? А там нас, мол, оттолкнули, какая-то бабушка грубо поступила, что-то со свечкой связано, и он так, бабушка, ты знаешь, вы знаете, о ком я говорю, покайтесь, чтобы этого не было, теперь человека, мол, сюда не затащить никак, пусть даже в брюках заходят, в брюках, ну, как раньше это было, это не сравнить, то есть я был для него как сектант, мы приехали туда, в Завьялово, я же там объявление расклеил, Игнат Тихонович, ну, сколько лет, года 3-4 назад там были, вот, и он там и говорил, вот сектанты приехали, все, не ходите туда навстречу, а все равно люди пошли, которые их сильно к ним не привязаны, я сейчас не помню, человек 20 было, не в клубе, в клубе нам, они сами прихожанки, они не разрешили, ну, колокол, нам солнечный день, на природе, на северном клубе, он у сестры потом прощения просил, и говорит, у вашего брата, меня там не было, чтобы перед прихожанами, кто-то там ходит, и дать их решил, не было. Вот так. Сереж, может все-таки, а что, занятия не начались еще? Нет. Мы же весь песни пели под гитару. Давайте, время иди. Ну, давай я втаснен. Молились уже? Давайте, потом подключусь. Держи. Грозник, господи, вопрос у кого благословение. Из мертвых смерти смерть поправ, Исущим в грабеже его даровал, Христос воскресе из мертвых смерти смерть поправ, Исущим в грабеже его даровал, Христос воскресе из мертвых смерти смерть поправ, Исущим в грабеже его даровал. Ты единый наш учитель, Господь Иисус Христос, а мы твои ученики. Учи нас. Тебя слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Религиозно-талантливая. Прочитаем предыдущие стихи предыдущего занятия. А почему не на проводе-то? Чего ради? Итак, возлюбленные, бег, убегайте, идолослужение. Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли при общении крови Христовой. Хлеб, который преломляем, не есть ли при общении тела Христова. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Вот эти стихи мы разобрали на предыдущем занятии. Сегодняшний стих, 18-й, 1-го послания апостола Павла Коринфянам, 10-я глава. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Какой вопрос в 18-м стихе задает апостол Павел Коринфянам? Тут сразу я пояснение хотел дать. Вопрос в Таите неоднократно мне задают, как причащается, часто или редко. Мнение святых отцов расходится. Одни говорят так, другие так. Тем более, если уже святые отцы сказали. А дело на практике от Саити начал. Я бы с народом не общался, в интернете не был, я многого бы не знал. В интернете, видишь, раньше я письмо направил, кому оно дошло и сгинуло. Ну, у меня еще, ладно, я письма переплетал, приходили, друзья читали письма. А теперь я даю, и заходят, и они все это могут читать. Моя переписка-то где открывается? Я сам, если выставляю это. И вот у нас были священники. 11 мая 2014 года в Потеряевке. Шесть священников и диаконат патриархии. По благословению, конечно, патриарха и местного епископа. Это всегда так. Там и там еще поехали. Совершали вместе литургией, служили. Сказать ничего никто не может. Но увидели, что причащаются не все, а причащается ребенок. Буквально сумасшедшие слова. Как поперли. Да это какая церковь, это что? То есть не то, что служба литургии. Нет. А у него чаще причащаться. Это, я знаю где, Татумская епархия, она этим болеет. Я встречался с их священниками. Ну ладно, но если бы так и так, ну у нас не все. Пост только прошел, пасхальные дни идут. Ну а почему бунтуешь-то, я не пойму. Почему ты меня сразу возненавидел-то? Тем более я вообще не участвую в этом деле никак. Смотрел передачу. Ну ты видел, все, согласен? Да, согласен. Вспоминает патриарха Кирилла? Да. Ну ты даст давай. Он все забыл мгновенно. А почему не все причащались? Они сумасшедшие, бешеные. Которые причащаются часто. Я убедился, они бесноватыми делаются. Они где-то все-то лазят в монастырях, там иконы протирают. Во время службы до потолка лезут друг с другом, хватаются. Почему это не опубликовано нигде? Никогда не говорят. Я это видел, когда есть у Киева-Печерская лавра везде. Я видел, своими глазами, что они делают. Как причащаешься? Мы были в Одессе. Там группа евреев пришла в православие. Ну и натолкнулись на такого там было. Андрей у них. Вот недавно Иона Уннар, Иона тот по-другому был. Там наши сестры, там Ара Анна. Это группа евреев. Им показали Иисусу молитву. Им ничего не надо. Служба идет, он теребит, лестовка устоит. Не бить. Причащайся каждый день. Говорит этот ученик, прям живьем на небо лезут. Хоть за ноги стаскивают. Ну, причастили вчера, только сегодня опять. И мне дыхать, дыхнуть негде. Каждый день должен их исповедовать. А он что, подумал? А я об этом Исааке подумал так, а об Араме сказал так. Ну, в прошлый раз я тоже самое говорил. И сейчас говорит, у меня время за свое есть или нет. Ну, ты же духовник, ты же согласился. Они его заели. А дальше начинается такое. С ними начинаешь беседовать. Он ничего не слышит, ни на один вопрос отвечать не может. Я с ними стал беседовать. Я гляжу, они выхолоченные. Да как же причащаетесь? А они положили в основу причастие. А этого нигде в Писании нету. О том, что тело Христово дает жизнь, а в одном месте, однажды сказано. И сказано просто в контексте. А что в основании положил? Павел говорит, я положил основание. 15 глава, 3 стих, 1 послание к Коринфянам. И никто другого положить не может. Какое? Иисус Христос. Нет причастия. Причем батюшка их привязал. Это священники все это сделали. Это попсовские бредни. Вот архипелаг ГУЛАГ Солженицын говорит, почему эти органы МКВД арестовывали? Потому что он устроился, ничего не делает, повышенная зарплата, в 35 лет идти на пенсию. То есть он не совершенно ничего. Ему все время надо показывать, уничтожить врагов народа. И органы надо раздувать, потому что родился сын, дядя, племянник. Надо всех устроить. Где Абрам, там и старый секретарь он будет. Ему непрерывно надо искать врагов и показывать. Так этим. И непрерывно нужно исповедовать. А исповедник и священник. Священников мало, надо еще нам нужно. Вот в штатах было сколько священников? Два, сколько сейчас? Говорят, 15. Я понимаю, откуда. Никогда это не кончится. А сколько там нужно? Одного за глаза. Потому что он ничего не делает. Если бы у него было, как у свидетелей Его, так называемая секта, каждый священник должен иметь в течение месяца одного не менее 70 встреч. Да он за жизни столько не имел. Ни где-то на квартире. Он должен посетить. Он должен на улице кого-то встретить. Вот мы сейчас ходили, Татьяна, ее нет сегодня. Но мы посетили Александру Ивановну Чернявскую. Только вышли, идем, две идут женщины, одетые так, в юбках. Я говорю, это свидетели Его выйдут. И правда, они на нас свернули, увидели нас, а мы с ними и стали говорить. Она говорит, я слушаю. Слушаю, что, оказывается, Христос родился на земле, я узнаю от нее. И, оказывается, Христос любит нас. Она мне все это говорит. А их снегтанток никогда не интересует собеседник. Ей нужно свой статус повысить. Она сейчас в стадии пионера, потом у нас сержант будет, потом будет полковником, потом генералом. Они устроили для себя там иерархию. И ей надо кого-то обратить, сноб один в руках нести. И она на меня замахнулась. Я говорю, у вас Библия может с собой есть? Как они обе обрадовались, сумку? Есть, вытаскивает книгу. Я посмотрел, так это не Библия. Это какая-то книжка. Нет, это Библия. Я говорю, он называется Новый Всемирный Перевод. Да, да, да. А кто переводил, не могут назвать. Я говорю, их по именам знают всех. Начал им говорить. Их пятерых взяли, на них подали в суд. Пятеро не могли ни одного слова иереского перевести. Шестой переводчик некоторые слова знает, а предложение ни одного не мог. Как же они переводили-то? Они взяли Библию, смотрели, и полностью переделали под свое учение. Прямо написано. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бога. Открою. Они пишут, вначале было слово. И каждое слово может быть Богом. С маленькой буквы. Которая мы говорим. Я говорю, откуда вы взяли такое? Ну так написано. Да где же так написано? Когда логос, логос написано. Логос с большой буквы. С артиклем. Это все знают. Даже Лев Толстой не менял. Вот так он слово разум подставлял. Вместо слова разум. Ну действительно в словаре это есть слово. А какой разум? Лев Толстого задают. А какой разум-то Богом является? Какой? Ну есть человек цивилизованный. Есть в Сичинском. А есть в Камшедов, который голодную неделю, а потом кита упил и убил, и давлевотен и жрет. У него тоже разум есть. И он Бог. Но. Не знаю. Где-то дальше открывая какие места. Ни одного места нет, чтобы перевел было правильно. Теперь я говорю, давайте откроем. И я первая, она открыли. И три свидетельства на меня. Вот у тебя три, ПСС. А я говорю, три. И они не могут. Я говорю, три. Я их затертым этим-то. И они уже не рады. Да мы не знаем, да. Одна, видно, уже похудевшая Дух Святой. Вообще не принимает. А другая, да, слушает. Слушает. И я говорю, вас уже полностью, полностью протравили. Как попы своих прихожанок. И они ничего не... Она не слышит. Я говорю, читай. Она прочитать не может. А это слушает. И на толтуле же мы на них. И начали свидетельствовать. Свидетели моего в этом. Да я пишу на работу. Так она работает, и по квартирам пошла. Какая у тебя работа-то? Стой, слушай. Считает. Я шапку снял. Ну, вот, фуражку. Опять. Холодно же. Я говорю, да у вас Библия открыта. И произносится слово Бог. И благодаря моим создателям я снимаю головной убор. Так делал Исаак Ньютон. Маленько поглядя, они самого достанут. Прочитают. И гляжу, некоторые стихов вообще нету. Порядок Библии другой. Ну, такое есть. Ничего нету. Совершенно. Ну, хоть как-то люди узнают Бога. Вот через нас узнают. Я говорю, что вы узнают? Дайте Бог. Бог есть. И вы пошлите его. Вы же к себе его затягиваете. Вы море и сушу обходите. Делайте с сынами гиенными. Двое худшими вас. Куда вы их приведете-то? Дальше начинаем говорить, у них сплошь и рядом все заблуждение-то. А это слушают, ну, а как же так? Да так. И они оба заторопились куда-то, заторопились. Как наши священники все торопились. Куда и дорогу. И вот причастие. Речь идет о причастие. Как причастие? Когда? Сколько? И которые часто причастие-то? Чего они сатанеют-то? Посмотрел наш ролик. Встречи. Служат священники. Они в алтаре все причащаются. Но тут не все. Ну, он бы сказал, у вас что-то не все причащаются. У них никаких. Он сразу бросился. Вот сразу видно, что вы еретики. Вы такие. А вот такое-то сказал. А кто сказал-то? Вы святых отцов. Он других-то не приводит. Он говорит даже и не об этом совсем. А ему и возражать нечего. Видно, что тяжко больной, поврежденный умом человек говорит. А для них он патриот. Главное, чаще исповедуется, чаще причащается. Если они так сатанеют от частого причащения, значит наша позиция правильная. Четыре раза в пастух. Максимум пять. На день ангела. Все. Остальное время ты подготавливаешься. А это только рот разевает, успевает и ничего нет. Так вот, я все сказал. Что нам говорит Сеофилак Болгарский на этот стих? Четыре раза в год. Не в посту, а в год. В год, в год. Из самого простого примера научитесь, что совершаемое вами есть общение с идолами. Ну, апостол Павел обращается к калинфянам, упрекая их выдало служение. Вычастие выдало жертвенно. Поэтому вся глава практически этому и посвящена. И он говорит об этом. Из самого простого примера научитесь, что совершаемое вами есть общение с идолами. Сказал Израиля по плоти. А почему он так сказал Израиля по плоти? Потому что христиане суть по духу, а не по плоти уже. Они по закону жили. Они жили по закону, поэтому обращаются к ним, говорят... Израиля по плоти, по родству кровному. Сказал Израиля по плоти, потому что христиане суть по духу. Примечая Исиене, сказала бы иудеях, что они общники Богу, но участники жертвенника. Они не были участниками... Почему? Разве они не были участниками через эту жертву? Они говорили, мы дети Авраама, дети Авраама. Они имеют кровное родство по линии... И апостол Павел как раз и показывает, и в этом дело не тот иудея, а кто по духу таков. Они были участниками жертвенника. И посвящаемое Богу возлагалось на жертвенник и сжигалось. Но отели Христовым, выразился иначе. Общение тела Христова есть. Общение тела Христова есть. Ибо мы становимся не участниками жертвенника, но общниками самого Бога. И опасаясь же, дабы слушатели не пришли к той мысли, что как Бог, принимающий жертву у иудеев, мог вредить, так и идолы, принимающие жертву у язычников, могут вредить неприносящим жертвы. Присовокупил следующий стих, 19-й. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идол жертвенное значит что-нибудь? И ответ каков? Ну, толкование на этот стих. Я отвращаю вас от идолов не потому, будто они имеют силу делать вред или пользу, ибо они решительно ничто, но потому, что приносимая им жертва не идет к вашему владыке. И по всему продолжает. Нет, вопрос, еще повторяю этот вопрос, что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идол жертвенное значит что-нибудь? Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Эти слова никогда язычники простить не могли христианам. Им же предлагали 500 божеств в римском пантеоне. Представьте, вот ниша специальная, написали Иисус Христос. Поклоняйтесь, ну, когда наши праздники, вы им поклонитесь. У меня это было сплошное. А они сказали, вот все, 500, это все бесы. Бесы и Марс, по-твоему, Марс, бесы и Венера. Да, это-то блудец, это вообще шалашовка подзаборная. Ой-ой-ой, ну, тут они захватили их тогда. И что интересно, все 500 божеств исчезли, сгинули. Единственное, которое славит, это Венерическую, Венеру сказать. Венерическими болезнями прославляют. Вот и все, больше ничего нет. Ну, и, конечно, пожиратель трупов, Марс, бог войны. Вот он сейчас на Украине питается, упивается, жиреет. Итак, не прибегайте к врагам своего владыки с большой буквы. Ибо если бы ты оставил трапезу царскую и перешел к трапезе осужденных, то без сомнения погрешил бы не потому, будто она повредила тебе или принесла пользу, но потому, что поступок твой показался бы оскорблением для трапезы царской. Ибо если причащающиеся таинственной трапезе становятся общниками со Христом, то участвующие в бесовской трапезе очевидно бывают в общении с бесами. Следующий стих. Не можете пить чашу Господнюю и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Толкование. В виде увещания сказал, я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Чтобы этого увещания не оставили без внимания, теперь тут ту же мысль выражает в форме отрицательной. Не можете пить чашу Господнюю и чашу бесовскую. То есть одновременно и то, и другое. Одними именами доказывает, что от идола жертвенного необходимо удерживаться. Вот беспоповцы, чаша бесовская, это все, это все относится к православной церкви. Там хуление бесконечное, беспоповцы православные. Ну если нет только благодати по этому, естественно. Какая там благодать? Вот вы прощищаетесь, говорят, прости Господи, я слова их повторяю. Это, говорит, пища демонов. На причастие. Это кто? Говорят, православная бывшая. Это все реформа Никона подбегнула туда. Тогда не было этих хуленей. А сейчас это беспоповцы. Беспоповцы, разные там, поморские, их назвали, 50 назвали. Неужели мы решимся раздражать Господа? Какие вопросы задают? Вопрос и сам же отвечает. Вопрос задают и сам отвечает. Какая интересная у него беседа с Каринтианами. Он как будто вот здесь видит их перед собой, и так любит их, и печется о их спасении, и неоднократно повторяет одну и ту же мысль с разных сторон ее. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Толкование. Говорит, это вукоризну им. Неужели нам испытывать и раздражать Бога? Может ли Он наказывать нас, когда мы переходим на сторону врагов Его? Потом, дабы показать всю нелепость их поведения, говорит, разве мы сильнее Его? Напоминаю, всем весьма резкое изречение. Они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня. Таразаконие 32, 21. Чем суетными? Вот здесь вопрос у меня возник. Читай вот. Чем суетными? Еще это Таразаконие 32 глава, 21 стих. Они раздражили меня, с большой буквы Господь говорит, раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня. Суетными. А есть прилагательное, определяемого, существительного нету. Чем суетными? Делами. Делами, делами. Наши дела посветные. А суетные дела мы-то уж как совершаем, тоже вот. Мы подобно, да, суетимся, осуетились, забываем приходить на богослужения, особенно в субботу. Не раздражаем ли у Бога? И мы говорили в прошлый раз, что может быть идолами. Вот коринфянам-то мы сейчас говорили про коринфян, давайте вернемся к нам, потому что Слово Божие, оно живое и действенное во все времена. И это послание написано не только коринфянам, но и к нам написано. Мы должны его применить себе, в своей жизни. Мы уже в прошлый раз говорили о том, что идолом может быть что угодно. Собственно, я, дети, муж, жена, дача. Вот эти суетные наши все заботы и дела, и мысли. Это и есть идолисть. Ну, а раздражаем мы этим Господу? Огорчаем мы его? Огорчаем, конечно. Да, Дмитрий Степанович. А вот как раз об этой суетности я как-то, когда вот с мамой, долго же она у меня лежала, 5 лет, и когда она уже перед смертью, и я говорю, мам, ты ешь, а то ты вот с голоду умрешь. Она уже отказалась от пищи. И она говорит, Люда, это так не важно. Это так не важно, о чем ты говоришь. Так смотрю на нее. А потом уже, когда вот она полтора месяца не ела, а потом я уже, когда она умерла, я поняла. Она уже в другом была состоянии, в другом мире, и она важности в еде не видела. Вообще считалось, что это и умру я от непринятия пищи. Это так не важно, что она знала что-то важное, что это для нее жизни, для человека важное. Поэтому мы все делаем для пищи, для тела, для чего-то там, для дома там. А это все не важно. А самое важное мы упускаем в жизни. И вот эта суетность наша. Я не могу признать своих родителей глубоко верующими. До того, как мама была окрещена, и тут уже, конечно, много слышали и принимала участие в жизни нашей общины. Но у нас часто повторялась такая фраза в семье. Живем-то мы, говорит, только на себя да в себя. На себя да в себя. То есть одеться и поесть. Одеться да поесть. То есть они понимали суетность этой жизни нашей земной. Хороший стих. Мне очень нравится. Следующий стих. Двадцать третий стих. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Толкование на этот стих. Дабы кто не возразил, я ем с чистой совестью и потому имею право так делать. Говорит. Нет. Все тебе позволительно, поскольку Бог сотворил тебя свободным. Чтобы есть идол жертвенное, это не совсем для тебя полезно. Ибо постоянно, участвуя в трапезах идольских, ты шаг за шагом получишь расположение к самим идолам. Поведение твое, как и прежде я говорил, не полезно ни для тебя, ни для брата твоего. Ибо оно не назидает его, а скорее расстраивает и извращает веру его. И если же нет пользы ни тебе, ни брату твоему, то для чего тебе делать это? Такое толкование на этот стих. Здесь у меня возникает такая ассоциация с этим местом. Сатана настолько мудрый, и он настолько знает нашу человеческую немощь и нашу человеческую природу. Он знает, как подготовить наше сознание, общественное мнение так называемое. И вот это к печати, постепенно нас ведет к этой печати. В начале, что это было? Изображения какие-то отдаленные, потом на майке, на какой-то одежде. Теперь тату это вот все постоянно. То есть постоянно это все хорошо, это нужно, это удобно, это стильно, это всеми принято. Давайте все так будем делать. Так же и в отношении того, что мы скоро будем вообще связаны этими карточками, этой системой платежной, единой. Да, удобно, пришел, никаких тебе денег, ничего, ни очереди. Раз, щекнул твою карточку по какому-то прибору, считали и все. Куда, сколько там улетело, поди, знай потом. Докажи, это постоянное, постепенное приближение к тому, чего хочется достигнуть своей цели, поставленной. А цель у него одна – погубить как можно больше душ человеческих, увлечь с собой ладские пучины. Так же и в нашей общине вот есть такие моменты, когда вот как бы постепенное, вот то, что свобода, да, данная нам, что ходите в храмы, куда хотите, да, вот когда нет батюшки, нету здесь вот богослужения, можно пойти в другой храм. Постепенно, постепенно привыкают люди к другому обществу, к другому, к свободе так называемой, где никто с тебя не просит, как ты пришел, зачем ты пришел, что ты хочешь тут сделать, с кем ты хочешь пообщаться. И уже не нужна тебе общение со своими братьями и сестрами, не нужны тебе эти нравоучительные беседы, эти проповеди не нужны. Пришел, отстоял, проглотил и пошел дальше. Да. Поэтому вопрос можно добавить. После прошлого занятия вот этот именно вопрос, почему мы к этому подошли, а вот эта свобода, что пойдите туда, походите, побудьте там, посмотрите. И вот это постепенно, помаленьку, оно действительно в самом деле так. И я вспомнила, а вот в плане Далиса именно так и было, что он говорит, да дайте им свободу. И в этой свободе они сами захлебнутся. И у нас так и получилось. Дайте им свободу. Ну пусть они сходят туда, там послужат. Но потом уже изречения такие, да там так же, как и у нас. Все так же, да. Начали сравнить, вроде как, да все одинаково. Нет, не одинаково. И вот это свобода. Это еще Далисто, вон что писал. Такая марсискаринская философия, это учила у нас как? Что есть такое свобода? Какое определение? Кто помнит? Свобода есть осознанная необходимость. А необходимость какая у нас? Необходимость спасения души нашей. И когда ты от этой свободы будешь отталкиваться, тогда будешь принимать и все наручения, и не будешь адвокацией за кого-то, кто не хочет исправляться. Свобода есть осознанная необходимость. Необходимо это исполнять. Почему? Потому что есть закон, потому что есть устав, потому что есть какие-то обязанности друг перед другом. Свобода на Иисусе Христе. Это дар Божий. Да. Свобода только одна. А в Иисусе Христе. Ну а Далисто что имел в виду? Какую свободу? Греховную дать. Ну конечно. Все дозволенность. Правильно? Это скорее разрушить, быстрее подвести к печати Антихриста. Развратить. Мы всегда должны помнить, чтобы там не думали в кулуарах, будет все так, как Господь сделает. Поэтому те люди, только они, как говорится, марионетки в промысле Божьем. Понимаете? А мы рабы Господни, у нас иной статус. Рабы. А вот для людей мира сего, рабы, это ужасно слышать. Как это рабы? Я не раб. Так раб, работник, один тот же корень. Рабочий. То есть он понимает так, что это все ущемление моих прав. Вот я хочу так жить. Так а ты живешь во грехе уже. Какая у тебя свобода греховная? А именно свобода во Христе. Так святые отцы толкуют. Так это первые слова, которые учили в ликбезе, когда после совершенного переворота в России. Мы не рабы, рабы. А вот как раз стали рабами. А как раз рабы. Рабы 100 грамм, рабы юбки, рабы других грехов, табака. За такого диктатора Господь посадил, что надо еще поискать. Его и не было, и не будет, наверное. Но только антихрист будет. Это только как бы притеча Сталин. Конечно. Нина. Можно о рабстве сказать на своем примере. Когда я готовилась к окрещению, пришла к Ольге Унагаевой. Например, она мне шила одежда на окрещение. И когда стали примерять, а я была раба косметики. Я только утром вставала, и мне в первую очередь надо было, пока меня еще никто не видит, сделать себе туалет, макияж. Нарисовать все. Нарисовать все. Ну, тогда так не было, как сейчас. Было скромнее значительно. Но для меня этого было достаточно. Брови подвести, ресницы подкрасить, губки подмазать. Чтобы Витя встал, чтобы там кто меня увидел, чтобы я уже была красивая. Настукатуренная, да? Да. Зашпатлеванная. И когда Кольге пришла, к тому времени я уже все смыла, но реснички у меня были подкрашены. И маленько-маленько брови подведены. Прямо вот едва заметно. И когда она делала примерку и говорит, «Ох, так у вас большое препятствие к окрещению. У меня все внутри похолодело». «Как?» Она говорит, «Так вы же накрашенные». Я говорю, «Да чуть-чуть только». «Нет». 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 «Это…» «Она говорит, «Так о брови, ресницы». Я говорю, «Ну и что?» Я когда пришла домой, у меня это все в ушах звучало, что у меня будут препятствия к окрещению. Я этого страшно боялась. Я этого страшно боялась. Я сразу все сгребла. И вспомнились мне слова Игоря Третьякова, что мы рабы греха. Мы ходили на занятия, часто с ним возвращались, вместе ездили. И он мне все рассказывал, что это такое рабство. Рабство – это греху, подчинение греху. Мы не можем отстать от своих привычек, от своих страстей. И вот он мне все это рассказывал, рассказывал. И вдруг до меня это так. Вот Ольга мне вразумела вот это, что я сразу все согрела, всю свою косметику и все выбросила. И мне действительно на крещении почти что было это препятствием. Вот еще диалектический закон, данный Богом априори, то есть изначально, единственная борьба противоположности. Он существует в каждый миг. В каждый миг. И поэтому мы, христиане, так как и язычники, одинаково свободны и одинаково рабы. То есть одновременно причем. Вот она единственная борьба противоположность. Скажется, как можно быть свободным и рабом? А вот можно. И иначе не может быть, потому что так Бог сделал. Либо ты раб греха и свободен во Христе, Либо ты раб греха и свободен от праведности, Либо ты раб Христа и тогда ты свободен от греха. То есть одновременно мы можем быть и рабами, И третьего просто не дано. И вот это нужно признать, этот закон, он изначально дан Богом, И просто можно подчиняться Ему. А вне закона мы здесь уже никак не можем и существовать. Брат, наверное, что-то хочется сказать. А тебе жалел? Так, еще у кого есть что сказать? Одежда, Ивановна, вопрос? Что-то вопроса сегодня нет от вас. У меня сегодня что-то, наверное, эти, как они, батарейки сели. Батарейки сели? Подключись к сети. Через зарядное. Настройство. Хороший стих, и мне всегда нравится его цитировать, Когда я разговариваю с людьми, беседую, Вот это все мне позволительно. Даже вот сын у меня теперь, вот раз он увидел, Раз вот в уставе лагеря не было принято, Что в шортах нельзя сидеть за столом и ходить в шортах. Это помню, этот был, первый я вышел, Уехал из этих, уехал из этих, на Францию, старший, Стас у них, да? Стас. Стас, да. Нет, не Стас. Костя, старший. Костя старший. А, Стас, да. А, Малютины. Малютины. Второй, да, Малютины. Вот он был в этих шортах, И ему сделали замечание, Говорит, а в уставе нет этого? Ну, пришлось с этим согласиться. Да, говорили. Да, и вот теперь у меня сын тоже на молитву встает, И в этих шортах, Ну, что ты сделал? Человек, не только остается привести ему вот этот стих, Все мне позволительно, но не все полезно, Потому что ты, кроме того, соблазняешь еще других, И зять следом тоже самое делает. А как о благочестии тогда? Пусть, если даже в уставе не записано, А как тогда относиться к благочестию? Это куда отбросить? Ну, ты уже вышибла пилотажа. Тут уже глоблила. У меня вот свидетели, что раньше мы проводили занятия Три раза в неделю по два часа. А сейчас некоторые один раз в году не бывает на занятиях. Ну, и какой результат? Да никакой. Фальшиво и веру придумали себе. Я счастливусь, а... Найду истинную веру, истинное освящение. Он мне будет условно это ощущать. Да, да, да. Такое емкое слово. Так, вперед, проходите, вот туда. Еще раз этот стих. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. То есть, каждое наше действие, наше слово, наши мысли, Они должны назидать того, с кем мы имеем общение. Вот тогда будет правильное наше поведение. Если не назидает, стало быть, наше поведение, наши мысли, наши действия. И вот как Люда говорит, а все остальное неважное. Если оно не назидает, все остальное неважное. А все остальное суетное, говорит, своими суетами огорчили меня Господь. Второзаконник 2, 2, 2, 1, да. Да? Попыталась? В Библии же написано, что любовь назидает. Любовь назидает. Значит, там любви не было. Именно любовь назидает. Да. Значит, между людьми не было... Ой, любви, ты моя хорошая. Это опять про любви. Про любви, а не про любовь. Какая любовь тогда объяснить? Разве я привела неправильный поминец? Какая любовь к чему? Если ко Христу, тогда это другое дело. Тогда опять ты будешь бояться сделать суетное. Почему написано, что любовь назидает? Не просто так же? Не просто. Не просто, разумеется. Ты его дергиваешь. Отпускай, отвечай. Хорошая. Нет, я просто к слову. Почему? Любовь назидает. А почему она назидает? А потому что, если человек хочет, один человек хочет дать другому человеку какие-то, ну как сказать, что-то полезное передать, если он говорит ему с любовью, тогда этот человек назидается. А если он хочет его чему-то научить, и говорит это с раздражением или со злобой, то никакого назидания быть не может. Нина, откуда ты взяла это толкование? Объясни. Нина, сейчас говорим. Я взяла толкование. Нет, это все. Ну и написано, что любовь это исполнение закона. Если ты исполняешь закон и назидаешь в рамках закона... Делами. Да. Не только. Любовь это пустое слово само по себе. Пустое. Оно пустое слово, если ты не исполняешь закон. Любовь не пустое слово. Нет. Я ставлю условия. Вот, рука. Если не исполняешь закона, то любовь это... Какая любовь-то? Это уже лжелюбовь. Оно только... Любвизм. Любвизм, да. Сделай любовь без дела. Или какое-то лицемерное может быть, потому что нет исполнения закона. А без исполнения закона не угодить никому. Богу. Бог есть любовь написано. Можно ли? Да. Бог есть любовь. Это не может быть пустое слово. Оно по существу изначально не может быть пустое, потому что Бог есть любовь. Это совокупность совершенства. Это вершина вообще всего, что может быть в мире. Любовь. А еще? Людмила Степановна. Бог-то совершенство. Обязательно. Бог совершенство. Поэтому мы должны стремиться к совершенству Божьему. А Бог нам для того, чтобы мы были совершенными, дал заповеди. И сказал, если кто соблюдит заповеди мои, тот кто, тот мой ученик, кто соблюдает заповеди, тот мне послужит. Правильно? Вот. Так что мы люди несовершенные. И мы должны исполнять заповеди. Это заповеди Божьи. А если ты говоришь о любви и с назиданием к человеку, я вот подошла и ей говорю, я не буду от себя говорить, а я буду сказать, Люба, Любовь Николаевна, вы нарушаете заповедь вот тут-то, тут-то. А она, если верующая, она скажет, спасти Христос тебя. Я тебя поняла. А в чем я нарушаю? Объясни. Я ей просто объясняю. Я не злоблюсь, я о ней забочусь. Вот это любовь, проявление любви. Я ее обличила, но она, как верующая, она приняла. И говорит, а ты мне покажи, на чем я это тут, здесь эту заповедь нарушила. Я ей показала, допустим. Или она ко мне так подошла, мне объяснила. Да, я ей скажу, не спаси Христос тебя. И как Игнатий говорит всегда, ручку поцелуйте за обличение такое. Вот это любовь твоя ко мне и ее ко мне, допустим. То есть ты, можно? Да. То есть ты, ты стала с ним, с человеком разговаривать так, как заповедовал Христос. Относитесь к другому так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. Никто не хочет, чтобы на него кричали, или как-то там зло, или раздражались, или еще хуже, насмехались. Это вообще страшное дело. Потому что насмешка, это вызывает самую сильную, бурную реакцию отторжения. Никогда никто не назидаться не будет, если ты говоришь с человеком, насмехаясь над ним, раздражаясь. Никогда не будет назидаться. Я поняла, ты ситуацию описываешь вот такую, допустим, а когда этот человек надо мной насмехался, и потом, потом насмехаясь, я ему говорю, а он мне говорит, нет, я вот такой-то, понимаешь? Он стал насмехаться. Вы услышали только конец того, о чем мы с ним разговариваем. Понимаешь? Ситуация здесь совсем другая. Подожди, я не закончил здесь. Ты помнишь последнее слово жреца Мваала пророка Ильи, какое было? Я Новый Завет, Ветхий Завет неважно знаю. Я приводил. Вот это то, рассуждения такие неважные есть. Ветхий Завет, она неважна. И в Новом плавает. Ну вы повторите мне. Я повторяю. Перед ним было не два человека. 450 до 400 дубравных. И сколько получается? 100 тысяч. И последнее слово какое он нам говорил? Они холят себя, скачут, Вааля, услышь нас по-славянски говорят. Не Ваала, Вааля. Пивущий язык, старком на славянский. И он говорит, кричите громче. Может, Бог ваш в пути? А может, заснул под деревом где-то? Это не насмешка? Это Ветхий Завет. А какая разница? Нольшая разница. Обожди. Не, мы путаем такие вещи вообще. Есть Ветхий Завет. Ну ладно, ладно. Только помутай, Надя. В Новом Завете, как образец апостол Павел. И вот перед ним человек, которого он, так сказать, миссионерит, как говорит Андрей Кураев. И вдруг находится рядом человек и начинает противиться ему. Апостол Павел, вот с вашей стороны, если рассуждать, он не Ветхозаветник, он уже апостол, он не Саввел, Павел. И он говорит ему, да коли ты будешь враг всякой правды, сын дьявола, это поклепче, чем Илья сказал. Да коли будешь совращать прямых путей, Господник. Да не закончил этим, да вот у тебя рука в Господне. Ты не будешь видеть света. Это что, по Новозаветному? И он на слепый мыкался, не знаю куда. Нет, но вы приводите пример конкретный, который был в Новом Завете. Я привел величайшего пророка. Полюбил, сказал или нет? Да. И он насмехается над ними. Бог спит ваш? А дальше, а дальше секиры по башке, и 850 голов подлетело. А Господь как нам говорит? Эти пророки-то, они погрешили, придут в конце мира. На стогнах Иерусалима будут проповедовать. А в Новом Завете, я перехожу на Новозавет, ты сын дьявола. Как Симон? Да, Симон был, может быть, этот Симон Митрофанович. Сын дьяволиады. Ты до Коли будешь совращать прямых путей. Это что, по любви было сказано? Это что, Бог сказал? Павел говорит, думай, имей Духа Святого. А ты что, спарить хочешь? Есть в Новом Завете вещи, которые говорит сам Бог? Так, а это Павел. А это Павел. Так вот я и знал, что ты уже забрела очень далеко. У нас Никитина Евгения Дмитриевна с этого начинала. Полностью сняла крест, постоп, не надо, ушла. Ты далеко придешь. Ты потеряла веру уже. Ты сама не определяй, где. Написано, все Писание Бога Вдохновенное. Не Польгуева Надежда Ивановна решает. Все Писание Бога Вдохновенное. И этот пункт никто не оспаривает. Ты открой, посмотри толкование. Это Дух Святой он с нами, Павел, сказал. А надо еще разобрать, почему с твоим не сходится, как у яговистки. Они начинают под себя подделывать. Он сказал по любви Божией. Так Бог любовь или нет? Все знают любовь. А теперь, когда говорим, что был поток, да какое кровожадное чудовище еврейское. Кому вы поклоняетесь, жидовский Бог, умил бланецов. А я вам затоуз, говорит, тот же самый Бог, который есть любовь. Он потопил этот мир. И в потоплении была любовь его, легкая смерть. Зло прекратилось. Вы чего пересуживаете? Это говорит уже Иоанн Златоуст. Так это еще неизвестно, а Духа Святого ли он сказал? То есть, а Духа Святого, то, что вы скажете. А это уже от поврежденного ума идет. Поэтому, а вот как сделал, да с назиданием, да с любовью. А вот хорошо, человек попал в плен. А ему по-другому никак нельзя, как только умирать. Или принимать мусульманство. А рядом девушка, мусульманка. Ну, вспомните, Жилин и Костылин. В кавказской пленнике. И она ночью прибегает, и она ему помогает. Полюбит или нет, она мусульманка. Она мусульманка. А здесь принародно. И он его подделал, подбит камни и бросил в него. А тот, уклоняясь и почувствовал, мягко ударил. Взял хлеб. А по-другому нельзя. С любовью это или нет. Все поняли, со злобой. Она спасла его. Она хлеб кинула. Мы, говорит, так бросали картошку печеную в пленных. Как бы камнями. Наконец-то коммунисты попались. Они хватали. А смотри, камни берут. Это, наверное, в ответ будут кидать. Они скорее в карманы. Так с любовью или нет. Это нам не дано судить. А начинает говорить, помогает. Да не с любовью. Где вы видели, не с любовью помогают? Не с любовью давят. Это нас олигархи. С нелюбовью, вот еще, Байс, на энергию пять раз уже поднял стоимость. А так, при галстике, чистеньке, все. А когда сказали о Достоевском, я бы он зубами изорвал Достоевского. Вот здесь как раз и показано все. Любовь или не любовь. А колопрезидент рядом сидит. Вы маленько проникните в самую суть. Любовь это подчинение Христу. Любовь там, где я смиренно склоняюсь. Так сказал. Да, так. Павел сказал. Да, это по любви. Или я сделал это. Это по любви. Обеззаразил народ израильский. Он повернул его к Богу. Это все по любви Божьей было. Басня у Павла Силамская, 18. По любви. Содом сгорел. По любви. Мир потокен. По любви. Это Ветхий Завет. Я тебе в Новом говорю. В Новом Завете вы меня не убедили нисколько. Нисколько. А сейчас я убежу. Там далеко уже эта язва. Нельзя убедить. Я отвечу Павла. Я уже говорю про Павла. Павел, высочайший, первоверховный апостол. И ты на него не отвечаешь. Это еще надо узнать, от Бога или не от Бога. Ну, Христос-то выше, чем Павел. Выше уже, как я слагал. Павел говорит, а я думаю, имею Духа Святого. Почему Христа берешь? Разве на Христе закончилось? Христос говорит, даю Духа Святого. И понесете по всему миру. И мы теперь самого главного апостола будем рубить. А он от Савянного Свободу. Он Петра назвал лицемером. От Бога это или нет апостола Петра? Его тоже назвали Сатана. Отойдет меня Сатана. Ну, я не буду спорить, Игнатих. Да не спорить. Вы просто понимаете, во словом любви вы сейчас заворожили сами себя. И понимаете, любовь в узко-сектантском смысле. Это узко-сектантский взгляд. Дорогая сестра, ты придаешь большее значение в форме, чем в содержании. Она в форме придает значение. Потому что она слышит ругательные слова. Кто-то на ее шумеет. Большее значение в форме, чем в содержании. Мне только тихо, мягонько сказать. Тогда она примет. Любовь Николаевна. Простите, пожалуйста. Написано. Второе Тимофея 3.16. Все писание Бога Духновенное и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Я спрошу. Теперь, когда все писание Бога Духновенное, по словам писания, что понимал? Кто? Павел пишет. Кто? Павел? Павел, не я. Павел говорит, все писание Бога Духновенное. Словом, все писание. Он что имел в виду? Какие книги? Ну все, что написано от Духа Святого. Обожди. Ветх или Новый Завет? Да, конечно. В первую очередь Новый. Да его не было еще. Что ты говоришь-то? Его не было Нового Завета. Это Павел пишет только еще послание. А ну после... Ты вообще писание не знаешь? Ну не знаю. Господь говорит, ты следуйте писание. И 5.39. Он говорит только... Ну Христос на земле еще ни одной буквы Нового Завета не написано. Он имеет в виду только Ветхий Завет. А это Ветхом Завете. Кто тебя научил так говорить? Святые отцы никогда не разделяли. Это два крыла. Они в одних корочках в Библии находятся. Что ты говоришь-то? Игнать Тихонович, можно мне сказать? А ты уже сказала. Ты еще за это не рассчитаешься, что сказала? Дома, от смысле. Все писание Бога Духна на что? А все писание... Я спрашиваю конкретно тогда. Слушай, Ветхий или Новый Завет? Новый. Какое у тебя образование? Нового Завета еще не было. Новый Завет будет, когда будет написан. Это через 30 лет только после этого Иоанн Богозлов напишет Откровение. Его не было вообще Нового Завета. Вы не даете сказать, поэтому я молчу. Говори. Почему же тогда столько противоречий между Новым и Старым и Ветхим Заветом? Не одного нет противоречий. Они много. Ищи противоречий, а будет более 150 тысяч. Я ничего не ищу. Они на лицо. Господь сказал, а я говорю вам. Это говорит, что возвышает знания. Это не противоречие. Если все сказал Дух Святой, какое противоречие? Ты еще городишь-то? Потому что Господь сказал в Новом Завете, творю все новое. Да новое это означает то старое, которое он возвышает. Субботу никто не отменял. И все Писание Богодухновено. Почему? Он прямо говорит, это написано образы для нас, чтобы не были походливы на злое. Это образы. И он их возвышает теперь. Все ветхозаветные заповеди, это были благодать Божия. А мы получили благодать на благодать. Первая глава Евангелия Теана. Почему тогда сейчас убивали? Сейчас не надо говорить. Я сказал то, что Евангелие. Не надо тут же щамкать. Убивали. Святые отцы истолковали это. Иоанн Златоус говорит, благодать первая, это Моисеев закон. Моисеев закон благодать. А благодать на благодать, это жертва Христа, пришел Спаситель. Еще это толковать. А Златоус от Бога ли он сказал? Ты что городишь-то? Слушаем слово. Новый Завет. Евангелие Теана, 5 глава, 39 стих. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь? Это в сроковом стихе. Писанием Христос на земле называет только Ветхий Завет. Ни одной буковки Нового Завета не было. Он говорит, исследуйте. До чего нам Ветхий Завет и тот Дух? Христос говорит. Христос, ну ты же не выжил Христа. Он говорит, исследуйте. А я его плохо знаю. Он говорит, исследуйте. Ты уже захрясла на этом грехе. А помни, что ты говоришь. Я училась по толкованию, которое вы напечатали. Я его не писал толкование. Еще новая ошибка. Я писал толкование. Которое напечатали. Я напечатал толкование, которое лежит в Боженном Фефилакте. Мое Писание. Христос говорил, исследуйте Писание. О чем он говорил? Исследуйте Писание то, что написано от Духа Святого. Новый Ветхий Завет. Ну, в Новом Завете. Христос говорил, что в Новом Завете не было ни одной буквы. Понимаешь, это чисто по-сектански. Прочитай еще раз этот стих. Не было писания. Ни одного инициатива еще не было. Христос говорил. Еще Духа Святого не было. Читай. Евангелие от Иоанна, 5 глава, стих 39. Все, дальше не надо. 5 глава, 39 стих. Все, Писание. То есть, понимаешь, уже начинаешь выворачивать. Прямо сказать, Христос имел в виду только Ветхий Завет. Нового не было. Вот это еще 5 лет. Ты уже извертела совесть. Ну, значит, Игнатих, значит, нам можно сейчас убивать друг друга. Ты сейчас не надо. Получается так? Если на равных и Ветхие, ну... Я говорю, Ветхий Завет говорит о чем? Мы следуйте Писание. Для Ветхого Завета это было как раз. Это был младенец. А из младенческого возраста переходит в юношеский. Ребенку свойственно груди матери при гагет. А взрослому мужу, говорит, это не достойно, я вам зато вас, говорит. И Христос не отменил ни одной заповеди. А я говорю вам этим, а я говорю, я возвышаю ее. Там не клянитесь зря. А я говорю, вообще не клянитесь. А он сказал, что зуб за зуб, а я вам говорю, а я говорю вам, любите врагов ваших. Да. Это все изменилось. Все изменилось на новую ступеньку, а не перевернулось на вырод. Надя. Оно не изменилось. Как это не изменилось? Оно изменилось только выше, благороднее, чище. Вот именно, чище. Оно стало духовным. Два года назад я остановился на улице с Евгением Дмитриевой. Никитина беседовал. Я говорю, она где бредет, у ней все, там и везде, где Христа призывает, ата церковь. Где она? Не полно, два года, полностью все потеряла. Ты на этой стадии стоишь. Ну, как скажете. Она полностью все потеряла. Иконы прочь, крест прочь, все, абсолютно, ничего нету. Спасибо Господи, конечно, не дай Богу. Ты противоречишь. Написано где? Я говорю то, что думаю, Игнать. Это плохо. Ну да, думать не надо. Рассквернена неверия. Как вы говорите так все. Само мнением. Мысль должна быть чистой в Евангелии. А что от Духа Святого? Вот попробуй, разбери, что от Духа Святого. Надо говорить и думать, как говорит Христос, как говорит Библия, как говорит Новый Завет. Все писание Богу Духу. Не так. Вот ты сейчас убедила нас, что не так ты думаешь. А ты вырываешь один псих и строишь свои домыслы на них. Как догму уже для себя. Ты передаешь форме больше значения, чем содержанию. Ты ничего не поняла. Промолчала, ты отлично. Ну а дальше в тебе так и с раскаяния-то не было. Ты даже не понимаешь, что ты сейчас говоришь антиправославное. Вопреки Слову Божию. Тебе считает Любовь Николаевна. Христос говорит, следуйте Писание. Христос на земле еще. Еще не распитый. Что? А все, что от Духа Святого. Это все сектанты. Конкретно скажи, что? Конкретно говорит, книга бытие. Дальше, Исход, Левит. Все, Писание Бога вдохновенно. Апостол Павел говорит именно об этом. В то время не было еще Писания. И оно для научения, для наставления. А это нет, я буду решать, я Духа Святого. Все Писание. Все. И писали святые, Божьи человеки. Петр пишет, будучи двинцем Духом Святым. О ком? О Ветхом Завете. А других-то человеков не было. Еще не было написано. Петр пишет письмо. Это не было Писанием. Еще канона не было. Да ничего не упразднил. Что ты меришь-то? Он возвел на новую ступеньку. Вы только что согласились. Говорите, как упразднил. Ты, значит, отказался. Отказался от убийства. Да не правда же это, Надя. Христос ни от чего не отказывался. Он говорит, я пришел. Не нарушить, а исполнить. Даже не нарушить, и не то, что отменить. Отменяя, говорит, прежнее, останавливает новое. Почему? Отменяя. Вот я шел сейчас, подошел к двери где-то и заходить. Вот было сказано идти до двери. А теперь, Павел, что дверь не нужна, а дверь не нужна. А теперь я распахиваю, и вот зал, тронный зал, сияет весь. Здесь царь. Так я спросила, вы не ответили. Значит, убивать можно? Сейчас убивать можно? Я сказал, что в Священном Писании говорит, там нигде не написано, ненавидьте врагов. Но было показано Израилю, как защитить свою Родину. А я говорю вам. А теперь спросим, в Ветхом Завете был Новозавет? Не, был. Мы знаем, как было при пророке Елисея. Завели пленных. Он просто сделал, как ослепил их. И они шли, маршировали. Он говорит, а теперь открой глаза. Открыл глаза. Так уже ни на границе, ни у Майдана, а стоят около Иркутска. Как обрадовался царь. Учитель, отец, не побить ли их? Он говорит, а ты их завоевывал. Накорми их, напои раненых на повозке и отвези обратно на Майдан. Пусть Украина там давится ими. А ты этого не делай. Это в Ветхом Завете такая любовь проявлена была. И мнение Елисея победило. Почему? А дух или и вдвойне. Вдвойне что он? Он милосерднее. Но по-другому Илья не мог. В Ветхом Завете крушить надо было. А в новом победи любовью. Любовью, да. Аминь. Любовь победила. Любовь победила. Давайте на этом и закончим эту дискуссию. Не закончишь? Нет. Это такое понимание в своем. Она побеждает. В своем понимании. А оно покончит с тобой. Ты будь осторожен. И в этом принеси покаяние. И когда спрашивают. Почему прямо не отвечаешь? Потому что явно не сходится с моим мнением. Писание говорит прямо. И следует Писание. Речь идет о Ветхом Завете. А что его исследовать? Потому что через него вы думаете иметь жизнь вечную. Христос говорит. Через него. А как бы он говорил о Северном Писании, когда его нету? Было только одно Ветхий Завет. И он что, благодатный был? Да, благодатный. Духом Святым написанный. В свое время он был благодатный. А можно было убивать или нельзя? А какое это было в то время, в свое время? Когда питались молоком, а не твердой пищей. Вот тогда по ним надо было жить. Когда люди еще были как битые. Когда еще не понимали они высоких этих истин. Поэтому они жили по Ветхому Завету. Но Игнатина же нас так учила. Это и не я придумала. Я так любила ходить на занятия. Все буквально впитывала. Вот это я и впитала. Ты впитывала все правильно. Но ты на какой-то на любви вот этой, на любви-то, ты съехала меня. Остановилась и решила, что это самое наиважнейшее, наиважнейшее. Да и ты не понимаешь любовь-то, наиважнейшее. Ну ладно. Священники подряд всех допускают до причастия. Почему по любви? Как бы ни оттушил, кто... Каноны кто отменял? Женщина сделала аборт. Десять лет. Правила Василия Великого. Что-то умнее его. А эти правила утверждены соборами вселенскими. Это принятое, а не в книге правила. Где они исполняются? Вы надейте мне один хотя бы храм. Где? Да как нельзя? А если я так сделаю, священник? Да там никого в храме не будет. Он думает об утробе своей, а не о канонах. Святую, православную, соборную. Он не правду говорит. Ему соборная церковь не нужна. Ему утроба нужна. И все полюби, полюби, полюби. Это не любовь. Я на души тело мое, вот это вот, отдам собакам на снедельник, чем недостойно прищищаешься на тело Христово. Попа отдать свое тело на седение? Он и всех вокруг, все приходят. Все прищищаются. Вот она сидит, живая. Нина, как-то сестру-то готовила-то. Готовила-то к крещению. Она подошла, прищастилась. Она говорит, ты что сделал? Ты же не крещеная. Ну батюшка вышел, кто не прищастился? Еще кто не прищастился? И когда я тебе рассказал, я поняла, что он меня зовет. Я подошла и прищастилась. Это сумасшествие. Вот ее родная сестра. Вот и все. Так это любви-то такое название. Любви-то. А митрополит Иона, анонизированный-то, он говорит, цветы отцы не показали пощады. От нас ее не будет. А ты играешь в любовь. Это страшно, когда люди играют самыми священными словами. Очень страшно. Вот нападает какой-то там японец. Ну может быть он и не японец, но под видом японца. Какой бог, ваш чудовище, он услаждается гибелью младенцев и прочим. Ну если рассуждать просто, ну не веришь о священном писании, то он прав. Не верят, если нет. Но в самом деле бог повелевает, входя в страну, убивайте всех, беременную женщину пополам разрубите. Мужеская младенца, все должны быть уничтожены. Девочки подрастают, а то вам наложницы будут. Да какой это бог? А это прямое повеление было. А почему? А они дошли до предела этих народов и жили себя, и бог их уничтожает. Уничтожает руками Израиля. Народа, которому бог повелел занять эту землю. Вот эта земля, здесь будут жить другие, китайцы и прочее. Нам не устоять, наши квартиры нам не нужны будут. Почему народ лишил себя? И когда отец Дмитрий Смирнов об этом говорит, а это не кто-то, там правая рука патриарха Кирилла. И он говорит, а мусульмане они ближе ко Христу, чем наши православные. Я говорю, так ты не договариваешь, поп. Такими ты бесчувственными, жестокими сделал их. Главное мусульманин, бабка стоит, я поднимаю руку. Он меня довезет и денег не берет в храм. А почему? Да ты же мне мать. Да ты и в храм едешь молиться. Я не могу себе деньги взять. Если русский, обязательно зерет. Это моя работа. И это священник говорит в храме. Ко мне подошла одна сестра и говорит, батюшка, можешь задать вопрос? Да такой зададут вопрос, не знаю еще. Да ладно, я говорю, давай. И она вот такое выдала ему. Да ты бы бабушку провез, да ЖКХ заплатил за нее, да с сумками наверх поднялся ты. Ты русский человек, это русская мать. Мы дорого ехали, где встречались с мусульманами, нас ни один не обидел. Ни один. Они впереди нас едут, показывают дорогу, приглашают к себе. Мы узнали, что мы отсюда, они в магазине готовы магазин отдать нам. Толкают все, что у них есть нам. И мы показали на весь мир, какие они добрые. Но они Христа не знают. И поэтому я пришел с ним с великой благой вести о Христе. Они Аллаха знают. Магомед, это как Моисей, прорубается мечом. Но то время кончилось. У Бога определенная хронология времен. И переходить за чертой нельзя. И везде. А можно ли убивать у тебя? А можно ли убивать? Нельзя убивать. Я говорю вам. Там эта заповедь была. Он ее возвысил на другого. Убивай врагов. Но прямой заповеди не было на это. Не было. Говорят, написано ненавидь врага. А ну найдите заповедь. Ее нет нигде. Иисус, говорит, поселился в Назарете. Назареем наречется, как предсказали пророки. Ну, Евангелие от Матвея. 1 глава 23 стих. Ну а теперь вы найдите, где не пророки, а хотя бы один пророк предсказал, что он будет Назареем. Нигде нет ни одного. А Матвей, говорит, пророки. А Иоанн Златоуз, говорит, он знал это. И говорит, а ты не исследуй. Вот и весь ответ. Нет этих книг. Когда писал Матвей, они были. Евреи их уничтожили. Они уничтожали много, вместе с теми, кто писал. А откуда известно? Иеремия 36 глава. Ограниченные знания дают право молчать. Ограниченные мелкие знания дают право плакать, что ты за это время не достоился узнать все. Вот какое надо право иметь. В любовь играть не надо, это страшная игра. Вот мы сейчас едем. У нас опасная обстановка. Мы готовимся умереть. Мы должны быть готовы. А если возьмут, а если что-то? Выпросить время, хотя бы одну минуту, помолиться за врагом. Больше мне не дано. Все. Поэтому я сегодня со всеми просился, потому что послезавтра мы трогаемся в путь. Нам какую-то козу-то подложили. Все зависло. В Великобританию посольство отданное, паспорта не вернули. Там завал с паспортами, и они не вернули. Мы едем, у нас паспортов вообще нет. Теперь только перехватить в Москве. Там, говорит, нынче такой на вплыв в Англию, что они не успевают проворачивать. И мы попали под эту лавину. А нам-то ждать нельзя, у нас шенген-то с 5-го открытый. Ну, если бы просто так отпуск. Я бы мог отпуск тут продлить, или как люди-то кричат все, у нас отпуск назначен. А им сами они, англичане, сдвигают эту дату. Ну, не можем обработать. Он не может сказать, что если выписывать сегодняшнее число, а выписать его раннейшим, он может после этого так отдать. Сегодня мы разрешаем приехать 30-го. А 30-го не может выписывать и сказать, разрешает 25-го. Любовь к Богу, это согласие с Богом. Это на первом месте. Целую бьющую меня десницу. И все время повторять, я не понимаю, что это и для чего. Вот у нас такое случилось. Что за этим? Я каждый день Богу вопию. Господи, а что за этим? Я благодарю Бога, что так все сделалось. У нас все подготовлено, все благословено. И вдруг, в самом последнем моменте, на самом последнем шаге, и вдруг. И не от нас это зависит. Меня интересует только, что за этим есть и как к этому подготовиться. Или это встречи должны быть в посольстве Великобритании. Или на пути к этому какие-то должны быть. Но это обязательно, у меня, как я понимаю, это с людьми связано. То есть куда-то Бог нас подворачивает, я еще не могу понять. Вот в прошлом году мы вылетели из Шенгена, знать не знали. А куда Бог повернул нас на мусульманской республике? А если бы нас там не схлопнули, по нашему незнанию, из Шенгена не вышибли, мы бы никогда не были в Чечне, не были в Дагестане, не были в Азербайджане. А там такое сейчас идет, уже не попадешь. Как на Украине. А мы Украину в прошлом году вдоль и поперек исколесили. И весь Крым, Симферополь, все это наше. И Сентуки сейчас пишут, это все наше. Наш материал. Мы теперь вчера звонят. Я только хочу, я сказал, что завтра в библиотеку иду. Я говорю, вот и считай теперь. Книги все там есть, в каждой библиотеке. Мы неслись, как на крыльях ветра. Даже попали на форос, где Горбачев отсижился, когда было ГКЧП. Елена Степановна. Я по поводу вашего, по поводу ваших задержки, паспорта. Да. Когда я уезжала, вот, я ездила, когда на свою малую, ну, на свою родину. То получилось так, что мне нужно было утром в 10.45 утра уезжать в Барнаул. Ну, мы все, приехали билеты покупать. А они говорят, мы стоим, меня на машине привезли, это там нужно было из села, привезли. Мы стоим, покупаем билеты, она забивает, все, сейчас подготовлю, компьютер принял. А потом села, сидит, остолбенела на меня, говорит, женщина, я ничего не пойму, компьютер выдал, билет уже я оформила, только напечатать. А он мне выдает дата неправильной установки, что сегодня нету на 10.45. А я говорю, а на сколько, она говорит, на 8.45. Ну, меня бы, говорит, не забилось, не принялось. А это принялось. И мне пришлось ехать, такое огорчение, только на 8 часов вечера Москвы, это в 10.30, полдве, полодиннадцатого. Это целый день дома я просидела у моей подруги, но все равно. Говорит, ну, вот ты вообще, мне там брат звонит, ты как-то, ты почему так все, мы все в шоке. Все были в шоке, я вернулась, ну, так это успокоилась, помолилась. Я думаю, я же молилась, я просила, что все, что будет, все по воде твоей. Слушайте дальше, привозят меня вечером, билеты купила на вечерний, привозят, сажусь. Время, пока сели, еще час стояли, полдвенадцатого. Захожу в купе, ну, не в купе, а в этот плацкарт. Женщина сидит, книгу читает. Одна, и я. И раздеваемся, все, все, все. А время-то уже, я говорю, вы что так долго? Она говорит, не спится мне что-то. Едет с Белоруссии, Минск, Новосибирск, поезд. И потом что-то, я пока раздеваюсь, слово за слово. Она, есть будете? Я говорю, да что вы, времена начинять не буду. И давай что-то разговаривать, разговаривать. Она мне там вопросы, вопросы, вопросы. И все по Слову Божию, все по Слову Божию. Она и в церковь хожу, и все такое. И такие у нее вопросы, я отвечаю. Я говорю, это так написано. Говорит, откуда вы знаете? Я говорю, написано. И говорю, говорю, потом смотрю, поворачиваюсь, мужчина сидит какой-то лет, наверное, 35 или 40. Вот так примерно. И говорит, женщина, теперь мне отвечайте. На меня, теперь мне отвечайте. А это, ну, а я говорю, все, больше нет вопросов. Она говорит, да отвечай, это Миша говорит. Мы уже с ним, говорит, едем двое суток. И давай мне задавать, а потом я ему все тоже отвечаю. А он говорит, вообще, свет выключили, мы в темноте сидим. А он мне говорит, вы знаете, вы даже не представляете. Я говорю, а что? Ведь я, я, последний билет мне продали, последний мне билет продали. И я думал, что я не уеду. И главное, в этот купе, и в этот поезд. И я получил ответ на то, что мне нужно было знать. Это он говорит? Он мне говорит в темноте в ночной. Весь свет выключай. А время уже пятый час утра. Мы до утра проговорили там. А та женщина, а вы-то не знаете. Мне же тоже все отменили. Мне пришлось там еще куда-то тоже. И я-то ведь все получила. Представляете? И они ночью мне вот такое вот, в таком откровении говорят. И я, говорит, это услышала. А я думаю, ну надо же. Как Господь-то сделал, что я для них нужна была. Вот для них, вот для этого, для этого. Вообще, вот было чудо-то. Поэтому я вот верю, что с вами что-то такое произойдет, как со мной. Я хотел сказать, мы как-то поехали. Некоторые мне рассказывали, в Родину, кажется. Ну и идем, разбились по парам. Идем по одной стороне улицы, по другой. А с тобой как бы в паре шла Глушкова, не Анила. Она такая грузная, ей трудно идти. Но она старательная такая идет. А другие по другим улицам. Ну и говорим, в три часа у нас договорились уже администрация. Встреча в Доме культуры будет. Ну и когда мы уже все закончили обход, уже без 23 нас надо везти туда. Я говорю, как? У-у-у, говорит, сколько людей. Сегодня, я не знаю, дом-то культуры вместит или не вместит. Все. Мы ждали, мы хотели, мы то другое. Я говорю, у нас необычный день такой. Люди прямо жаждущие такие-то. Мы пришли. Дом закрытый. Договорились от ни одного человека. Никогда такого не было. Первый раз. И вообще никого нету. Светит солнышко, только экипаж милицейский стоит рядом. И все. Оказывается, в это время по местному радио, легкак, говорит, выступил поп. Патриарш. Он сказал, тут иеговесты приехали. Кто будет ходить, прищищать не буду там и прочее-то. И никто не пошел, потому что все это причастники. Он на причастие держит их, как на поводке. Я не дам причастие, ты и сдохнешь под забором. Он не так говорит, но смысл понятен где-то. И вот никого нет. Только одна женщина пришла, так может быть лет под 35. Мы стали говорить с ней, а вы-то как пришли? Я слышала, батюшка сказал не ходить. Он сказал, сектант, а я люблю сектантские песни слушать. И она пришла, баптистские песни слушает. Да какие мы пусы-то? Мы ничего и не пропели. Но у ней вопросы были замечательные. Ну, побыли. Ну, побыли-то мы недолго. А обычно пока мы выступим, пока вопросы-ответы. А потом, тыка, домой едем. Мы тогда так, в воскресенье выезжали, и в воскресенье приезжали. И вот едем назад. И не Анила, она из себя прямо в волнении. Говорит, ну как же так, столько ехали, людей столько, ни одного нет. Да никогда же так не было. Она ездила с нами. Я говорю, ну что-то Бог усматривает. Какие-то другие встречи. Может дома пожар, мы же не знаем. Она маленько пройдет. Ну как же так-то? Ведь вот все же обещали мне. Да так много было. Ей обещали. Ни один не пришел. Я говорю, я не знаю тоже. Ну успокоимся давай. Мы помолились давай сейчас, помолились. И вот дальше, дальше показано. Вот мы доезжаем до 72-го километра. Это Мамонтово-Барнаул. Где нам поворачивать? В это время прямо на повороте стоит автобус. Автобус стоит, а шофер колесо меняет. А весь автобус пассажирский. То люди вышли, они здесь стоят. Там молодые, обнимаются, кто что. И Игорь завернул, и нам ехать. Я говорю, подожди, тормозни, тут что-то неладно. А у нас с тобой-то литература, Евангелие, визитки на форум, на сайт. Я говорю, у вас здесь кабина, пошли все. Нас люди ждут. И мы стали с ними говорить, они как будто нас здесь ждали. Вот если бы мы там с людьми были, они бы уехали. Если бы чуть-чуть мы раньше поехали, у него колесо бы здесь не лопнуло. Они вовремя и ждут. Мы только-только закончили, а шофер говорит, все, пассажиры, садитесь. Все, цена закончена. Пожалуйста, стоит, колесо поставлено. У Бога все вымерено здесь, и надо согласиться. Конечно, за этим стоит очень много. Мы столько потратили, открывали. Но Бог смотрит дальше. Как это будет? Не знаю. Я уже обезопасил себя в Москве, послал в посольство. Здесь как заблокировать? Потому что самое опасное, мы выезжаем туда, а документы пойдут сюда. Если документы, а паспорта наши взятые для визы там есть, и я их там застану в Москве, то вопрос решенный. А если не так? Вот тут, я теперь в Москве оставляю человека, на которого три доверенности, и он должен получить и спецкурьер в Сибирске. Новосибирске. Новосибирске. Но я все время смотрю, что за этим есть? Сейчас я не могу сказать. Вы слышали? У нас за этим что-то есть. А Господь скрывает. Скрывает. Я с нам не верю. Вот сегодня был сон, я встал, и Витя говорю, Витя, сон такой, как наиву. Группа людей, и я им свидетельствую, и они все как монашеского вида, и вижу, что у них книжки какие-то такие потрепаны. Я взял переплетенные неправильные, говорю, а почему у вас такие? Так вот, мужчина молодой переплетает парень, и я говорю, а я профессиональный переплетчик-реставратор. Я вас научу. Да вы что? Я думаю, вот мне поприще открыто. Это во сне? Все рассуждаю. Значит, где-то я должен связывать быть с книгами. Это я уже понял. Что-то вы переплетать будете. Поэтому мы грузимся по полной завязке. Мы сейчас туда отослали 3800 килограмм уже литературы. Ставка наша в Калужской области. Уже ждут. И главное, график какой. В 5-го числа, это 6-го, 7-го должен быть в Апина. А 8-го я должен быть во Франции. Уже подготавливается встреча. 10-го должен быть в Англии. По числам все расписано, и теперь весь график летит. Если нам не открывают. Но мы сидеть не будем. Мы сразу уходим на север. А возвратимся до остатки Шенгенской зоны. Можем захватить. Грецию отбросим. И напрямую ломанемся через Польшу, Германию и во Францию. Если откроют. Ну что Бог хочет сказать? А Бог не обязан нам доказывать. Он нам дал. Вот она говорит, как Писание. Я Писание когда не знал, но открыл. Вот такие мысли у меня никогда не были. У меня сразу Бог дал смирение. Так сказали святые отцы. И на этом все. А как лету убивать можно? Такой вопрос у меня даже не возникал. Не положено нынче. Поэтому у нас в армии служат только на альтернативной основе. Никто присягу не дает. Мы это четко знаем. На Ветхий Завет. Ветхий Завет подвел именно к этой черте. А тогда нужно убивать. Бога не оспаривайте. Бог говорит это. И значит это так и надо было. Один и тот же Бог Егова. И все на этом. Нужно научиться смиренно склоняться. И Ветхий Завет с Новым святые отцы никогда не разделяли. Никогда. Во всех канонах везде. Какие книги читать Ветхого и Нового Завета? И они прямо перечисляются. Начиная с Ветхого до Нового. Ладий Киевский собор. Это уже 384 года. Сколько прошло. До последнего. Апостольское правило. Все. Одновременно. И никакой перегородки между Ветхим и Новым Заветом не делают. Он сам по себе объясняет. Ветхий Завет был детоводителем закон ко Христу. Детоводителем. Нянька. И он меня довел. Я уже совершенно. Теперь поступаю как совершеннолетний. Вот он затоуз говорит. Взлазил 30-летний мужчина. Как припадет к груди матери. Нормально? Да нет. Им одни изменилось. Он не изменился. А возраст. И Маня осталась та же. И он тоже. Тогда было на своем этом месте. А сегодня нет. Надо со смирением это принимать. Самое малое отклонение грозит великим повреждениям. Я на днях смотрел. Первая атомная лодка пошла. Документально все. Ну сегодня это спроецировали как. И вот доложили, что она готова. Но показывает. Который там над ними мишнево стоит. И говорит в одном месте клапан протекает. Капли. Кап. Проходит маленькое время. Еще кап. Я пришел. Командировал капитан первого ранга. Это полковник. Я говорю там капает. Он говорит как капает. Покажи. Он показал. Говорит ну капля капает. Потом вторая. Скажи. Этот поход уже занаряжен. Мы боремся сейчас на первой атомной лодке с Америкой. Теперь надо докладывать главному маршалу. Адмиралу флота. Адмирал должен ЦК партии доложить. Брежневу. Это из одной капли. Ты сам подумай. Что это будет. Кто это поверит. Ну ладно. Вышли. На второй день. Они же под водой идут. Уже стало. Наконец-то ручьем потекло. А которые смотрят за этим. Им надо это выносить. А они его тазики. Да. Вниз. Тазики. Вниз. Там наполняется. Лодка уже наконяется. Наполняет полный бак. Сжимает все. И рвет реактор. Теперь второй, третий, седьмой. 25 человек сразу убило. А одни заблокированы на хвосте. Там 10 или 15 человек. 35 дней там были. Ели там что только можно было найти. Там гостесапоги и одежу. И все капля. Обыкновенная капля. Об инструкции написано. Поэтому ты допустила в одно место, в другом. Ну не ответила. Слухавила. Дальше будет ручьем течь это. Оно уже течет. А дальше взрыв. И мне это ничего не нужно. Евгения Дмитриевна. А это никакая не церковь, как Галя. Православие уже не церковь. А начиналось с чего? Спротивление мужа. А вы у него спросите, как я слушаюсь. Спросите мой муж. Это не противя, Надь. Это не противя, Надь. Ну так про меня. Я не противя речи идет. Игнати Ильич. Я не о вас говорю. Вы уже спрашивали так. Мне интересно, слушается она мужа или нет. Не слушается. А вы задайте ему этот вопрос. К кому? К моему мужу. Да не вас, по-моему, по-моему, по-моему. Почему мы все на тебя... Да я говорю о выгоде. Потому что это идет на меня. Я говорю о том, что в священном писали. По любви к тебе. По любви к тебе. Я говорю, что там всего начиналось. А вы привет к тебе. Надя, успокойся. Но ты вот это возьми на другое. Вот твоя любовь. Вот любовь. Под два слова уже разжигаешься. Я сделал пример, как потеряли веру. На чем они начали. Пока. И наконец потеряли полностью. Я сказал, вам это грозит. Я поняла. А поняла, тогда не говорите надо, надо плакать. Поняла ваш намек. Плакать надо будет. Любовь, которая можно сказать и про любого человека. Да не, любовь этого не делает. А она почему не противоречит? Почему она не противоречит? Почему вам... Он считает это, это, любого. Это не любовь, ни один так не говорит, никто не поддерживает. А я, значит, сказала что-то плохое? Очень плохое. А что я плохое сказала? Давайте не будем разбираться. Ну, уже поняла, что выше любви ничего нет. Вот что я сказала. Бог, любовь пришел и все переменил в нашей жизни. В нашей жизни сейчас на первом... Вот сейчас на Майдане он убивает там в Донецке. Это по любви Божией или нет? Ну, при чем здесь это? Как при чем? Да, это все. Они не признают любви, не признают Христов. Да как раз верующие. Верующие погибают. Хотя они верующие. Там всякие есть. Верующие, которых причащают там. В первом доме засели, а где приходят, причащают их. Всех подряд. Не верующие. Там в окопах, Надя, в линдажах иконы. И волятся солдаты. Как ни о чем не говорить. Иконы? Там в линдажах иконы. Да, иконы. Представьте, вы показывали. Я видел своими глазами. Я же не говорю, что надо слушаться икон. И выступать как икон. Я не говорю про иконы. Я говорю, что... Остановись. Я говорю, хорошо, я буду молчать. Я все, что хотела сказать, я сказала. Больше не буду ничего говорить. Просто не надо. Вот это, Надя, понимаешь? Ты уже абсолютно во всем заблокирована. С тупым, с сектантским. Да, сейчас вы меня начнете пугать. Это не хорошо. Я погибну обязательно. Не надо. Ты дальше понимаешь. Вот эти слова уже дерзкие идут. И тебе любовь. Ты разговариваешь со старшими. С братьями. И дерзишь. Вот ты сейчас любовь. Уже дальше уже я погибну. То другое еще осталось только за ругаться. Ну, вот тебе и послушание. Дерзость это тоже. За этим кроется другая. Это первый шибер. Мы видели, подняли. Я еще раз говорю, Тайка, первую задвижку открыла. А там еще несколько. И уже ладно так, что слова говоришь, которые не были сказаны. Уже дерзить начинаешь. Ерничать. Этого не надо делать. Ты смиренно сказал. Да, меня предупредили. Может, действительно так. Я еще посоветую с братьями. Ничего этого нет. Я твердо стою и буду на своем стоять. Твердо стою, да. Ты уже в этом прокисла. Это не сегодня началось. Во Христе. Тебе уже было об этом замечание? Было замечание с налужением табу. Оказывается, ничего не изменилось. Надо смиренно принять это. В Украине точно так же думают. Последний стих читаем. Он к назиданию. И как раз к месту к завершению нашего занятия. Никто не ищи своего. Его, но каждой пользы другого. Толкование. Не то только имей беду, с чистой ли совестью ты и ешь, но и то, назидает ли брата поступок твой. Во многих местах своих посланий поставляет это делом самым необходимым. Не вообще возбраняет искать своей пользы, но тогда, когда это вредно для брата. Ибо в таком случае пользу его мы должны ставить выше своей и ее избрать. Что интересно, говорящая о любви полностью отрицает епитимию. Полностью. Это жестоко. Ну написано, если пост нарушаешь, на два года отлучаешься от церкви. Два года соглашаем. Пост, просто ты пост нарушаешь, в пятницу лопаешь, что тебе вздумается. Два года должен за дверями стоять. А священник сегодня тебе накрыл? Ну ладно, что сделаешь, там у тебя гастрит перитонит. И как-то капост начинается к батюшкам в ручьевом бабке. Я не могу, батюшка. Ну ладно, курочку можно там. Ты свинину только не ешь. Она вредная. У нас ни одна не подходит к батюшке. Ни одна. Те же самые люди. Почему? Батюшка сказал. У меня прав нету. Ну нету. Понимаете, вы понимаете. Мне не нужно сегодня губернатору Карлину, Александру Богдановичу, и сказать, запиши меня в отряд космонавтов. Он говорит, так у меня прав таких нету. Дай мне генеральское звание. У меня прав таких нету. И поэтому священника прав-то нету. Он может только по канонам поступать. А каноны выверлили, каноны это вехи на пути в Царство Небесное. Так объяснено. А ты их знаешь, кого люди придумали, это все сектанты так говорят. Я говорю, а ты хоть какие-то считал? Нет. Так, у меня тут знакомая где-то есть. А где Валя Барышникова? Вот она сидит. Ее отец, Алексей. Как его Алексей-то был? Александр. А? Александр Юрьевич. Александр Юрьевич. Мы с ним хорошо знакомые были. Ушел в пятидесятнике. Православный, православный был с матерью. Уши в пятидесятнике. Я не знаю, харизмат они свалились дальше или нет. Но, оказавшись сектантом, сняв христы посты, они остались теми же людьми, с теми же недостатками. И вот он ко мне приходит, и мы с ним беседуем. Он говорит, меня это интересует, а как вот вы поступили? Вот у нас пресс-фитер. Ну, узнали, он седьмой заповедь нарушает. То есть с чужой бабой спутался и живет с ней. Я говорю, ну это канон здесь. Ну, говорит, мы его узнали, она созналась. Ну и... Плачет, прям слезами плачет на всю Америку. И просится обратно на кафедру. Я говорю, писание говорит так. Двенадцать лет отлучения. Жена ты был? Да, женатый. Жена хорошая, член нашей общины там это. Ну, двенадцать лет. А сила может меньше, минимальный срок это восемь, кажется. Так это что, такое есть. Я говорю, так вы же отвергли это. А теперь спрашиваете. То есть, они отвергнут, теперь ищут эти каноны, эти правила. Ну, мы ему сказали, ты пока бы не проповедовал, он опять к ним. И тогда мы ему разрешили, а сколько прошло? За три месяца. Он три месяца не проповедовал. Я говорю, вот видите как. Проходит какое-то время, он ко мне опять. Так что же, этот брат-то наш опять обнаружен в этом грехе. И опять плачет, и опять просит на кафедру. Что нам теперь делать? От захвоста в яму. За хвост и в яму. Писание об этом говорит. Вот они подарили на крещение. Три года подготовки. А во время этого срока, подготовительного-то, он согрешил. Согрешил по этой заповеди. Ну, я тебе что буду говорить-то? Он не скрывает этого. Плеханов, видите. Мы его еще на три года. У него получается уже шесть лет. И он не уходит. Он уходит к нам. Он работник отличный. Нам терять его прямо нельзя никак. Он опять то же самое. За 50 рублей по вагонам ищет. По вокзалу. Все, теперь разговоров нет. Видите, он начал строиться по теряльке. Ломает всю канитель и уезжает. И все на это. Он уехал. Дальше что? Дальше его судят уже суд за изнасилование. А та сказала, я прощу, если я дашь квартиру. А в квартире мать живет Татьяна. А Татьяна еще наша община была. Вот канитель-то какая. А почему? Каноны, правила. А это все делалось бы у нас в общине. А его нету. Нету почему? Он по канонам. Он был оглашенный. Он не член общины. А теперь вообще его нету. Он никуда не ушел полностью. Противление Духу Божию по канонам, оно безбедно написано. Безбедно. Не проходит даром. Оно обязательно где-то аукнется. Ты столкнешься с этой ситуацией. Ты тогда будешь в канону смотреть. Воткнешься туда. А они написаны по любви. Они написаны по любви. Священник может разрешить, священник, только во время поста растительное масло или вино. Он не имеет права. У него нет никаких прав. Все. Толковать нужно только так, как святые отцы истолковали. Какой результат, конечно? Пищищаться часто или не часто? Четыре раза в году. Об этом говорили. Мнение у людей разное. Они чаще у людей режут. Но есть и практика. Практика показывает, что вредно и то, и другое. Нужно избрать золотую середину, как советуют с инфляцией. Я-то остановилась на том, что каждый пост, пост Петров, пост приготовился. А не так, что каждый день я буду прищищаться. Люди становятся бесноватыми и молишенными. Они достойно прищищаются. И которые не прищищаются. Они совершенно мирские, ничем не интересуются. У нас есть такие, которые один или два, которые не прищищаются. Они за дверями стоят. Но они никуда не уходят. Они просто помогают. Так, у нас есть несколько форм молитв. Одна полная, это семь минут с поклонами. Другая с прочтением молитвы, которая у нас есть. Третья, короткими словами, мы выражаем благодарность Богу. Ради гостей, я не знаю, какой избрать вариант? Средний. Третий. Средний или короткий? Средний. Третий. А, третий ради гостей. Что скажете? От большого. У нас в лагере, интересно, дети. В субботу в храм идите, и дети спрашивают, а батюшка будет или нет. Если батюшки нет, служба в 3-4 раза короче. Один говорит, еще искупаться. А когда батюшка, до того, и мне охота, ну, люди-то из мира направлены. Некоторые до того ленивые, я лучше дрова пилить буду в это время. Даже работать, согласно, только в храм не идти. Золотую середину. Боже, милость и будни грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня, грешный, помилуй. Отец Небесный, прими нашу молитву во имя Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя, Который умер за грехи наши по Писанию и воскрес для нашего оправдания. Слава тебе за эту святую возможность открывать Святую Библию, поучать все у ног твоих. Слушай изречение Духа Святого. Хвала тебе. Научи нас смиренно склоняться перед твоим величием. Довериться опыту церкви и не толковать самим на погибель себе. Благослови это место и нашу поездку. Возвратим нам наши паспорта, если угодно тебе. И даруй доброе жилье Сергею и Гавриилу. Мы об этом постоянно просим тебя, Владыка. Отклицись на просьбы немощных твоих. За все твои милости и щедроты, за долготерпение тебе хвала. Устрой наше благовестие, как тебе угодно. Не нам, не нам, но имени Твоему да будет слава. Хвала тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Мы по третьему варианту. Все.